Друзья, если вы все еще не подписаны на мой канал, нажимайте кнопку подписаться и обязательно нажмите колокольчик для включения уведомлений, чтобы не пропустить новые видео, а их будет очень много. Всем привет, друзья! Это канал Куплено в Китае и сегодня будет большой тест USB кабелей или кабелей. Сегодня будем тестировать 6 кабелей с разъемами microUSB и Type-C. 6 различных фирм, самых популярных. Будем проверять какой из них лучше и какой достоин находиться у вас дома. Ни для кого не секрет, что сейчас все пользуются кабелями USB для того, чтобы подзаряжать свои какие-то гаджеты, чтобы держать на связи различные устройства. Но они бывают очень разного качества и также различные по цене. Приблизительно здесь все 6 собраны в одной ценовой категории. Начнем вот с этого кабеля фирмы ROG. Для удобства наверху маркером я на каждом кабеле написал его пропускную способность. Это 2,1 А и его стоимость 2,58 доллара. Следующий у нас идет Ugreen. Кстати, я специально стал распаковывать вот эту упаковочку. Это фирменный конверт Ugreen, в котором уже находится сама упаковка и сам кабель. Здесь у нас 2,1 А и 2,83 доллара. Следующим идет BZOS. Кстати, тоже достаточно популярная фирма. Это 5 А кабель за 3,15. Следующим идет Fonkin. Тоже, в принципе, такая достаточно популярная фирма. У меня ни разу еще и не была она на обзоре. За 2 доллара 2,4 А. Дальше FlowVame. Тот самый FlowVame, который зарядничек я тестировал. Кстати, отличный зарядник. Постоянно им пользуюсь. Кому интересно, смотрите, обзор буковкой и на руку выскочит. Здесь у нас 2,1 А и 2,45 бакса. И последний кабель у нас будет фирмы Remax на 2,1 А и 3,2 доллара. То есть, получается, это самый дорогой кабель. Кстати, все кабели я брал длиной 1 метр для того, чтобы был тест справедливым. Как вы знаете, чем длиннее кабель, тем больше на нем потерь. Вот этот вот кабель фирмы ROG. У него тканевая оплёточка. Здесь у него стандартный разъемчик. Также здесь у него стандартный разъем microUSB. Ничего необычного, никаких индикаторов. Просто обычный хороший кабель. Дальше у нас будет кабель Ugreen. Здесь уже материал кабеля такой soft-touch покрытие. Пластик. Здесь стандартный разъем. И здесь также microUSB стандартный разъем. Никаких индикаторов и так далее. Кстати, в китаец комплекте к Ugreen положил вот такую фирменную ленту. Это для того, чтобы закреплять что-то. То есть, например, нам нужно скрутить пучок проводов кабелей или прикрепить, например, кабель к чему-то. И мы вот таким вот образом это все делаем. Это, кстати, неплохая штука. Посмотрите, силиконовый такой же приблизительный мешок, только сделан из силикона. Тоже, кстати, очень интересная штука. Мне эта тема нравится. Производитель позаботился о своих аксессуарах. Сам кабель выполнен из жесткого такого провода. И снаружи изоляция тканевая оплёточка. Здесь стандартный разъем. Ничего необычного. Кстати, кабель это у нас Type-C. Никаких индикаторов, ничего нет. Дальше идет Funken. Такой же приблизительный по толщине и по жесткости кабель. Тоже с тканевой оплёточкой. Здесь у нас обычно стандартный разъем USB. И здесь обычный micro USB штекер. Никаких индикаторов нет. Здесь сам провод сверху покрыт обычным таким soft-touch пластиком. Это, кстати, единственный кабель из всех, который выполнен по технологии двухстороннего USB. То есть можно и такой, и такой стороной вставить. Мы чуть позже убедимся в этом. И, что интересно, здесь также micro USB тоже двухсторонний. То есть можно любой стороной вставлять, типа Type-C. И посмотрите, какой ремакс кабель нам прислал. То есть он тоненький, типа лапши. Но в то же время это такая тканевая изоляция. Он достаточно жесткий такой. И я так понимаю, он прочный. USB здесь стандартный. И также стандартный разъемчик micro USB. Вот они, все шесть кабелей здесь представлены, как на ладони. А тестировать мы их будем вот этой вот штукой, нагрузочкой электронной. Кто не видел еще обзорчик, посмотрите, с буковкой и выскочит. Я подробно про него рассказывал. Постоянно тестирую какие-то гаджеты, кабели, зарядки и так далее. Очень классная вещь. Также для теста нам подойдет вот такой вот USB-тестер, про который я тоже рассказывал в одной из распаковок. И также будем питать все это вот от такого блока питания или зарядного устройства. А технология проверки очень проста. Мы будем подавать питание от этого зарядного устройства. На входе в кабель будем замерять напряжение. Дальше сюда подключаем кабель. Второй конец кабеля подключаем к одному из этих разъемов. Смотрим напряжение на конце кабеля. И отсюда делаем вывод. В зависимости от нагрузки записываем показания напряжения. То есть просадки напряжения, дельта можно так сказать. В блокнотик и смотрим. И потом можно сравнить. Чем меньше эта просадка, тем лучше. Замеры буду производить на 1 А, на 2 А и на номинальном напряжении, которое заявлено у кабеля. Вы можете спокойненько откинуться на кресло и посмотреть за замерами. И в конце, в сводной таблице мы выберем победителя. Погнали! Продолжение следует... 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 Ребята, даже блок питания в защиту ушел 5 ампер, но кабель его выдержал, и я успел засечь это значение. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...